Собрались сегодня вместе, чтобы было интересней. Много нового узнаем. Что ж, ребята, начинаем? Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александра Павловна Яковлева. И я веду студию раннего развития Маркошек в автономном учреждении Содружества Домов Культуры. Всем привет! Ребята, скажите мне, пожалуйста, какое время коды сейчас наступило? Конечно же, весна. А раз наступила весна, это значит, прилетают птички из теплых стран. Вот и одна заглянула к нам на огонек. Посмотрите, какая она красивая. Что у нее есть? У птички есть клювик, есть глазки, есть перышки и хвостик. Она очень красивая. И ей нужно сейчас ввести гнездышко. На чем птички вьют гнезда? Конечно же, на деревьях. Но для такой птички нужны особые деревья, очень-очень красивые. И я предлагаю вам сделать сегодня такую веточку, на которой наша птичка могла бы свить гнездышко. Вот такая веточка. Очень понравится нашей птичке. И она с удовольствием совьет на ней гнездышко и будет там жить. Что же нам понадобится для того, чтобы сделать такую красивую веточку? Это, конечно же, лист формата А4. Угу! Акварель. Пластилин. Вот такая вот кисточка, чтобы нарисовать нашу веточку. И стаканчик с водичкой. Если детки еще маленькие и сами не могут нарисовать веточку, то саму веточку могут нарисовать мамы. Ну а небо обязательно захотят сделать дети. Что, приступим? Для начала мы нарисуем веточку, на которой потом вырастут листочки и цветочки. Для этого нам понадобится кисточка, водичка и акварель. Краска, акварель, очень любит водичку. И поэтому нужно набрать на кисточку достаточно много водички, чтобы немножко размешать акварель. Набираем краску на кисточку и проводим из одного уголка к другому. Вот такую вот полосочку. У нас каждая веточка, это маленькое дерево. Поэтому там, где у нас будет низ веточки, делаем ее чуть толще. А к концу, к верху она уменьшается. Это большая ветка. А теперь нам нужно нарисовать маленькие веточки. Каждая веточка у нас как маленькое дерево. Чем ближе к концу ветки, тем ветки тоньше. Рисуем веточки. Набираем водичку, потому что акварель очень любит водичку. Рисуем кончиком кисточки. Если детки постарше делают эту поделку, то можно делать самим. А если помладше, то я предлагаю ветку сделать родителям, мамам. И тем, кто будет помогать ребенку делать. Вот у нас получилась веточка. Помоем кисточку. Лишнюю водичку уберем по краю проливальки. И теперь мы можем приступать к следующей части нашей поделки. Но прежде чем это сделать, давайте сделаем гимнастику для пальчиков. Потому что пальчики у деток должны быть хорошо-хорошо размяты. Давайте ручки сжимаем, разжимаем. Сжимаем, разжимаем. Сжимаем, разжимаем. Давайте сделаем еще мы. Посадили зернышко. Выглянуло солнышко. Выглянуло солнышко. Выглянуло солнышко. Зернышко расти-расти. Солнышко свети-свети. Зернышко расти-расти. Солнышко свети-свети. Зернышко расти-расти. Солнышко свети-свети. И появляются листочки, распускаются цветочки. И еще так. Распускаются цветочки, появляются листочки. Молодцы! Ну что, наша веточка немножко высохла, и мы можем приступать к второй части нашей поделки. А для этого нам понадобится зеленый пластилин. Как вы думаете, почему? Правильно! Потому что листики у нас зеленые, и мы будем делать листики из пластилина. Я предлагаю листики делать из пластилина кроха, потому что это для деток самый лучший пластилин. Он мягкий, и с ним удобно работать малышам. Нам нужно, чтобы каждый ребенок, который делает эту поделку, получил вот такой вот кусочек пластилина. Желательно сделать сразу колбаску, чтобы удобно им было пользоваться. Надо, чтобы ребенок оторвал кусочек пластилина, приклеил его на листочек, и немножко размазал. У нас получился листочек дерева. И так делаем, пока не закончится весь пластилин. Чем больше пластилина, тем больше листочков получится на нашем дереве. Когда наступает весна, то все в природе оживает, и на деревьях появляются первые листочки. Так и у нас вначале появилась веточка, которая была без листиков, голая после зимы. А мы на ней делаем листочки. Точно так же, как и весной, листочки появляются на деревьях. Я считаю, что у меня достаточно листочков, и можно делать следующий этап нашей поделки. Для этого нам опять нужно подготовить наши пальчики. Давайте сделаем упражнение, которое называется «Горошины». Пять маленьких горошин, заперты в стручке. Вот выросла одна, и тесная им уже. Вот выросла вторая, и третья, а потом четвертая и пятая, сказал стручок «Бам!». Понравилось? Давайте еще сделаем раз. Пять маленьких горошин, заперты в стручке. Вот выросла одна, и тесная им уже. Вот выросла вторая, и третья, а потом четвертая и пятая, сказал стручок «Бам!». Молодцы! Все сделали все замечательно. А для того, чтобы нам приступить к следующему этапу работы, понадобится салфетка. У меня розовая салфетка. Но она может быть любого цвета, например, голубого или желтого. Того цвета, который у вас есть. Для того, чтобы сделать цветочки, нам нужно оторвать полоски у салфетки. Конечно, дети очень любят порвать салфетки. И мы вместе их порвем. У нас получилась целая гора салфеток, которые мы сейчас еще будем мять. У нас цветочки могут быть большими, а могут быть маленькими. И кусочки у нас могут быть большими, а могут быть маленькими. Мы помнем, вот так вот покрутим, как пластилин. Крутим-крутим-крутим-крутим. 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 Ну и, конечно же, чтобы приклеить наши цветочки к веточке, нам понадобится клей. Берем клей, выдвигаем и намазываем на то место, куда мы хотим посадить наш цветочек. Мажем место, приклеиваем цветочек. Он у нас сразу немножко распускается. Мажем, клеим, приклеиваем цветочек. Мажем, клеим, приклеиваем цветочек. Мажем, клеим, приклеиваем цветочек. Мажем, клеим, приклеиваем. Мажем, клеим, приклеиваем. Мажем, клеим, приклеиваем. Замечательно. Ну а теперь нам нужно сделать фон. Веточка обычно видна на фоне неба. А небо какого цвета? Правильно, голубого. И для этого нам опять понадобится краска, кисточка и водичка. На этот раз мы будем брать голубой цвет, но его будем брать совсем-совсем немножко. Побольше водички, поменьше цвета. И саму веточку мы не будем затрагивать, мы вокруг сделаем. Будем стараться наши веточки не трогать для того, чтобы они не растеклись. Сделаем вокруг веточки вот такое красивое небо. Цветочки мы тоже не будем красить. А если вы попадете на листочки, то так как это пластилин, с ним ничего не будет, он не покрасится. Вот. Так и получается. У нас очень красивая поделка в смешанной технике. Вот такая красивая веточка у нас получилась. И наша птичка с удовольствием совьет гнездышко на этой веточке. А у вас получились такие красивые веточки? Замечательно! Вы молодцы! Ну что, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok